здравствуйте друзья и подписчики моего канала в этом видео хотел вам рассказать как можно измерить переменный ток с помощью постоянного амперметра то есть чем может заключаться проблема вот если взять вот такой амперметр допустим у которого достаточно большое количество функций тут и емкость может мерить и температуру помимо основных величин которые присутствуют во многих мультиметрах и тестерах здесь имеется возможность как измерять переменный ток так и постоянный здесь конечно с измерением переменного тока у вас проблем не возникнет ну разве что если вы не выходите за пределы допустим 20 ампер а вот обычных домашних мастеров которые особо с электроника не связаны скорее всего под рукой окажется такой простенький мультиметр если он способен измерять и постоянное переменное напряжение то ток он может измерять только по стоянку то есть там где плюс и минус функции для переменного тока в нем нету но с переменным током также приходится часто дело иметь вот допустим с электродвигателями как питающиеся от сети или прочими сетевыми электроприборами ну и может возникнуть вопрос а можно ли измерить от переменный ток с помощью постоянного амперметра и дело в том что можно это сделать но кроме мультиметром нам еще понадобится самый обычный диодный мостик на нужный ток и все в принципе как это делать и какие тут есть нюансы сейчас расскажу и так берем свой мультиметр или амперметра который измеряет только вот постоянный ток выставляем на нем этот самый ток если вы не знаете какой ток будет то лучше начинать с больших пределов то есть вот сразу на 20 ампер поставить и для примера буду измерять ток от в обычной лампочки накаливания на 40 ватт на 220 вольт для новичков сразу стоит сказать кто не в курсе что при измерении напряжение и прочих величин там сопротивления щупы стоит на одни гнездах допустим в этом случае ком и вот тут подписано измерение напряжения сопротивления и частоты а для того как правило на мультиметрах имеется отдельное гнездо ну и подписано что измерение тока и обязательно щупы свои нужно переставить именно вот на измерение тока то есть один щуп общий то есть ком ну а вторую которые либо на 20 ампер либо на миллиампер и сразу плюсовой щуп ставлю на 20 ампер и опять же для новичков стоит сказать что вот вот эти выводы то есть вот вот этот а вот этот внутри здесь стоит шунт то есть сразу можно считать что здесь просто такая большая перемычка стоит относительно которой измеряется тот самый ток то есть это равностер на чтобы эти два провода просто вот между собой соединили здесь я поставил постоянный ток от 20 ампер взял диодный мостик который сразу подключил но схема подключения очень простая то есть вот наша нагрузка виде лампочки а здесь ее изобразил вот сетевое напряжение которое будем подавать на нагрузку ну и просто вот в разрыв цепи между лампочкой и между одним вот сетевым проводом ставим диодный мостик один провод на вывод переменки второй сетевой провод на вывод диодного моста там для переменный ток но там где у диодного моста минус и плюс выводы то к ним подключаем амперметр в принципе полярность не особо важно ну чтобы минус не мелькал под глазами на приборе плюсовой вывод мультиметра на плюс диодного моста ну а ком минус общий на минус диодного моста тут в принципе очень просто и любой думаю способен понять это если вам часто приходится делать измерения тока переменного то желательно сделать такой себе перед ходячок в виде розетки и ну и вилки соединенных проводами один провод от просто разрезанный между которым мы ставим мультиметр точнее амперметром саму лампочку втыкают в эту розетку для измерения но это розетка уже 230 то есть вот рабочая сетевая розетка включаясь в сеть лампочка горит и видим здесь 0,15 0,15 это неудобный предел то есть можно чуть переставить на миллиамперы чтобы было точнее здесь мы видим что 40 ватная лампочка потребляет у нас 160 миллиампер ну и запишем что постоянный ток равен 160 миллиампер и дело в том что на этом измерение не закончена поскольку мы измерили постоянный ток в переменной цепи то вот это значение на самом деле для переменного тока будет немножко отличаться ну чтобы было ясно и наглядно давайте тоже самое измерю без диодного моста то есть напрямую ток этой лампочки измерю вот при помощью переменного тока на мультиметре и так диодный мостик я убрал и здесь сразу переключаюсь на измерение переменного тока как видно сейчас я щупы подключил просто вот в разрыв цепи переменного тока смотрим уже на переменный ток и видим что он отличается от постоянного и равен уже 178 миллиампер то есть здесь у нас было 160 постоянке переменка на 178 если взять калькулятор и посчитать по пропорции вот насколько процентов вот это отличие но для тех кто не знает как это делать по пропорции то есть мы делаем вот 178 это у нас сто процентов равно 160 это у нас x ну и мы должны 100 умножить на 160 и разделить на 176 крест на крест делается это умножается полученное разделяется на вот это и мы получаем x если округлить вот этот полученный результат тот получаем 90 процентов то есть если вот это значение на сто процентов переменного то что мы измерили то для постоянного тока то что мы измерили будет 90 процентов то есть разница на десять процентов следовательно что мы получаем в итоге если у нас имеется такой мультиметр который измеряет только постоянный ток мы берем диодный мост мы смотрим на свою нагрузку примерно какая его мощность эту мощность ваттах делим на напряжение и получаем току расчетный ну и диодный мост который мы будем ставить для точного измерения конечно должен быть запасом по отношению от того тока который мы теоретически рассчитали ну если допустим мы к примеру взяли электродвигатель на котором хотим измерить ток мы его мощность разделили на напряжение его питание, ну пусть получили мы 5 ампер на самом деле мы хотим точно измерить его ток, чтобы убедиться он в нормальном режиме работает или есть у него коротко замкнутые витки и он потребляет больше тока, тем самым больше нагрев и уже ненормальная работа и чтобы произвести измерение для подсчитанных 5 ампер нашего движка допустим, мы берем диодный мост с запасом уже не на 5 ампер а на 10 ампер причем вот этот диодный мост по моему мне есть на 10 ампер, берем свой мультиметр, который измеряет у нас только постоянный ток, подключаем диодный мост мультиметр и свою нагрузку по этой схеме измеряем и вот этот полученный результат постоянного тока, мы должны еще добавить плюс 10% от этой же величины и в этом случае мы уже получим после добавления 10% более менее точное значение переменного тока которое мы бы узнали, если бы пользовались переменным амперметром причем точность там может отличаться в зависимости от величины нагрузки там 1-2% всего лишь, ну незначительно относительно вот это я сделал измерение наглядное для лампочки 40 ватт но перед этим я делал то же самое для нагрузки нагревателя на 1 киловатт и разница там была небольшая всего лишь в 1% так что вот эти 10% которые нужно добавить к постоянному току измеренному это может применяться как небольшой нагрузке так и помощней, так что вот этот способ измерения переменного тока с помощью постоянного амперметра кто еще не знал, берите себе на заметку еще такой немаловажный момент который новички могут не учитывать это длина и толщина провода которая идет от мультиметра допустим к этому мультиметру я вот сделал короткие провода и увеличил в них сечение ну по отношению конечно тех стандартных проводов которые идут в комплекте вот с такими мультиметрами то есть здесь 2,5 квадрата для измерения тока, для того предела 20 ампер который вот есть на таких мультиметрах такого провода и такой длины самый нормальный вариант если же допустим использовать обычные стандартные провода то здесь длина будет уже вносить свои погрешности на измеряемый ток, на его величину и сечение здесь как известно ставят китайцы не совсем толстый провод такой относительно тоненький который имеет свои небольшие миллиомы если при небольших значениях тока эта погрешность будет минимальная при таких проводах длинных и тонких то чем больше сила допустим будет измеряться уже доходя до 10 ампер то вот эта погрешность в токе измеряемом будет становиться все больше и больше так что по возможности сделайте себе такие толстые короткие провода и используйте их именно при измерении тока ну а на этом пожалуй все кому понравилось видео ставим лайки подписываемся на мой канал ну и ждем новых видео всем всего хорошего пока 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 пока